Приветствую вас, друзья! С вами Брюс, он Джигарий Андреевич. И сейчас у нас есть возможность пообщаться с Аристео. Это игрок, который занял второе место на ВЦГ России. И, в принципе, это, наверное, его самое главное достижение. Потом было еще второе место на Кинстоне. Ну и так он периодически радует нас на кланварах и турнирах. Итак, Аристео, представьте, пожалуйста, для... Здравствуйте! Меня зовут Антон Васильев, известен под ником Эмпири Стео. Ну, собственно, пытаюсь добиться высот в Старкапте втором. В двух словах, откуда взялся никнейм? Ну, это было еще давно, когда я, в принципе, ничего не добился. Просто мне нужно было придумать какой-то никнейм, потому что я вышел в интернет. Ну и, собственно, я долго размышлял, что да как. Ничего не придумал, взял первый попавшийся в итоге. Первый попавшийся был из Диабло набор это. Ну, он так и назывался. Аристеос что-то там. Это набор для паладина. Но он мне нравился, я решил его взять. Теперь расскажи, пожалуйста, вот ты приехал на это мероприятие в Баркрафт. Как тебе впечатление от места? Можно с критикой? То есть не нужно там масло масляное. Как вот есть? Ну, в принципе, меня устраивает абсолютно все, за исключением того, что здесь очень душно. Душно и жарко. То есть кондиционеры их абсолютно не справляются. Несмотря на то, что об этом писал Пептар на форуме SK-2TV. То есть я читал эту тему, об этом много там писали, включая Пептара. И как-то он говорил, что это все будет разрешено. Но никоим образом. В игровой соне очень жарко и из-за этого очень некомфортно. Кроме этого, в принципе, все отлично. Я даже не ожидал, что будет настолько хорошо. Да, все. Обстановка, условия, компьютеры, собственно, само помещение. Ну, хотя, возможно, насчет еды какие-то напряги. Из-за этого нам пришлось кафе идти. Но это он уже заранее нас известил всех, что, собственно, с меню здесь пока проблемы. Так что это было известно. Теперь перейдем к самому мероприятию. Вот было четыре пары. Вот в целом, пока не касаясь своих результатов, ожидаемые для тебя итоги. То есть, напомню, там, ну, не касаясь как раз Титана тебя. Стрелок выиграл Сливку, Верди выиграл Братка и кто там? И Хэппи Блай. Хэппи Блай это было очевидно, я так и считал, но, в принципе, я думал, что это будет более разгромный счет. Что-то типа 3-1. 3-0, конечно, вряд ли, но я был уверен на 3-1. Но Блай оказал сопротивлением и, собственно, результат был 3-2. Удивлением было то, что Верди выиграл Братка. То есть, Верди сейчас в полуинэктиве. Даже темы на форуме постоянно были о том, что, мол, он забивает на Старкрафт и так далее. Но все равно он взял и выиграл. То есть, вот это было неожиданностью. А насчет Стрелок Сливка тут я абсолютно не знал, кому отдавать приоритет. Потому что и тот, и тот мог выиграть. И тот, и тот, в принципе, на подъеме. Ну, тут я бы сказал, что у Стрелка наконец-то прям пошла волна. Он прошелся по Империи. Да, там, all kill сделал 4-0. Также, ну, вообще, мне кажется, он возвращает себе уверенность какую-то. Сливка, в принципе, тоже действительно на подъеме по результатам. Хотя, вот, психологически, мне кажется, он не готов. Теперь давай вернемся к игре твоя с Титаном. Тут, конечно, субъективно ты можешь дать оценку, как бы, был ли ты уверен, что можешь выиграть игрока, как, за счет чего. Ну, вообще, вот, ты узнал же заранее, да, о сопернике. Вот твои мысли до игры. Выпал тебе Титан? Да, ну, мои мысли были, что я выиграю, потому что я, в принципе, считаю себя очень неплохим игроком, и мне кажется, я сильнее Титана. Но меня подвело то, что я очень долго на ладере тренировал стратегию через 2 эволюшена, быстрый грейд и выход в инфестор, то есть без третьей базы. Я всегда до этого считал, что эта стратегия сейчас как раз самая сейфовая, и она абсолютно успешно законтрит любой билд. Ну, собственно, именно на этом турнире я полностью осознал, что я был неправ. Эта стратегия довольно легко контриться разными способами, и именно поэтому я первые 2 игры просто отдал. Он знал о моей стратегии и ее законтрил. Мне пришлось очень срочно импровизировать и что-то менять. В итоге в третьей игре я сыграл через 3 хаты стандартные, как обычно играют зерки, отбился от его пуша и выиграл. В четвертой игре у меня была заготовка, потому что я знаю, что он любит играть через гейт и сразу выход в экспант, и это, в принципе, довольно легко убивается 10-м пулом. Я был уверен, что на шокорасе он именно так и будет играть, поэтому сыграл 10-й пул, ну и счет 2-2. В третьей игре я опять же сыграл через третью хату, потому что, как я уже сказал, моя старая стратегия не работает. И это была, в принципе, игра, наверное, больше выигранная, чем проигранная, если бы я не наломился в центре на него. Я не знаю, почему я так решил. Я думал, что у меня характеров достаточное количество, чтобы быстро убить колоссов и, собственно, выиграть игру, но как-то не получилось. У меня доделался уже великий шпиль, мне нужно было просто терпеть. Но это грубая ошибка, я как бы и не спорю. В следующий раз все вполне может быть по-другому. Хорошо. Вот очень интересно было услышать твою позицию. Теперь давай, допустим, если бы ты выиграл Титана, ты вообще мог представить, ну, планировал выиграть турнир? Ощущаешь в себе такие силы? Если бы я выиграл Титана, то дальше я, соответственно, попадаю либо на Верди, либо на Братка. Я считаю Верди и Протасом чуть похуже уровня, чем Титан, соответственно, если бы выигрывал Верди, то я бы проходил дальше, думаю. Браток в последнее время не показывает результатов, поэтому, в принципе, я думаю, тоже его бы выиграл. И поэтому я был уверен, что если я выиграю Титана, то я пройду в финал. А насчет финала я уже абсолютно не знал, кто там будет. Надеялся, конечно, на хэппи повторить результат ВЦГ и Кингсона. Это было бы просто приятно. Да и с Соклановцем, соответственно. Ну и на финал я уже не загадывал. Изначально я хотел просто пройти в финал, а дальше уж как получится. Хорошо. Какие у тебя сейчас прогнозы на победу? Кто победит? Ну, я думаю, в паре Титан-Верди победит скорее Титан, несмотря на то, что ПВП это рандом. Но, как я уже говорил, Верди чуть послабее уровнем, поэтому я думаю, это и сыграет свою роль. Хэппи против Стрелка абсолютно не имею понятия, потому что вроде как и Хэппи неплохо играет, и Стрелок неплохо играет. Но это вот ТВТ, а я в ТВТ вообще не понимаю ничего. Я не знаю, кто-то может выиграть. Поэтому, как бы... Ну, я поставлю скорее на Стрелка, чем на Хэппи, несмотря на то, что... Ну, да. Нет, я хочу... Я считаю, что выиграет Стрелок больше, чем выиграет Хэппи, именно из-за того, что Стрелок в ТВТ вроде как очень неплох. То есть он недавно прошелся по Бистику, Кассу, да, и по Хэппи. И как бы это намекает на то, что его ТВТ вполне неплохое. Поэтому, я думаю, у него чуть больше шансов, чем у Хэппи. Но это не значит, что будет для меня удивлением, если выиграет Хэппи. Хорошо. Какие у тебя ближайшие планы? Если касательно онлайнов, то тебя уже... Раньше тебя всегда ставили первым номером. Такое вот... Было для меня удивление. Просто смотрели. С появлением корейского зерга в вашей команде, в принципе, ты вообще стал реже появляться на кланварах. На турниры тоже отправляют других игроков. Не чувствуешь ли ты себя как-то ущемленным, может быть? Нет, ни в коей мере. Это все связано именно с тем, что у меня сейчас, как бы, так сказать, даунстрик. То есть у меня просто очень мало чего получается. Я проигрываю по абсолютно глупым ошибкам. И просто как-то все у меня плохо. То есть я это все обсудил с менеджером. Он меня прекрасно понял. И именно поэтому меня не ставят на кланвары и не отправляют на турниры. То есть пока я сам не исправлю свои ошибки и не начну тащить, меня ставить и не будут. И я с этим целиком и полностью согласен, потому что я вижу свою игру. Она пока что не достойна того, чтобы ставить меня вместо, например, того же Вайлета. То есть это все призовало. А это правда? Вот там на форумах пишут, что у вас очень сильная зарплата зависит именно от кланваров, выступлений и так далее. И поэтому у тебя сейчас существенно уменьшилась зарплата вот из-за того, что тебя не выставляют. Нет, это никое, пристом, не влияет на зарплату. Но точнее это влияет на момент подписания контракта. Но с того момента, как она подписана, она стабильна. Ну тогда тебе желаю побыстрее решить свои вопросы. И может ты скажешь, какой ближайший лан ты сможешь посетить? Честно, вообще не смогу сказать. Потому что это все зависит от того, насколько быстро я преодолею свой даунстрик. Точнее я уже близко к этому, потому что я начинаю показывать результаты и вижу улучшение в своей игре. Как только я, собственно, добьюсь каких-то результатов, начну снова выиграть онлайн-турниры, что косвенным образом намекает на то, что скилл поднялся. Да и просто буду уверен в своих силах. Я об этом обязательно сообщу менеджеру. И с ним мы уже решим, какой ближайший лан посетить. Но сразу я сказать не могу. Есть ли у тебя дальнейшие планы по развитию как раз скилла там и, допустим, переезду в Корею, хотя бы временному? По поводу поднятия скилла, естественно. Просто больше тренироваться, упорно тренироваться, ну и, собственно, пытаться поднять скилл. Кроме этого я особо способов не вижу. А в Корею я не считаю, что стоит ехать, потому что там слишком высок уровень для моего данного уровня. И я не думаю, что это мне слишком поможет. Туда нужно ехать уже более или менее подготовлено, например, как КАС. То есть КАС имеет очень неплохой уровень для Европы. И поэтому, если он поедет в Корею, он сможет там подняться, потому что он будет более или менее вровень с ними играть. Если поеду я, я буду просто проигрывать. И как бы это результата не принесет. Я не считаю, что мне туда пока стоит ехать. Большое тебе спасибо за это интервью. У тебя достаточно четкие ответы. Это, так сказать, очень приятно. Тебе, наверное, нужно почаще появляться в эфире. Пожелай что-нибудь посетителям, ну, может, не посетителям Гудгейма, а в целом комьюнити, какая-то твоя последняя фрага. Ну, собственно, желаю всем отличных игр от игроков. Ну, и желаю игрокам отличных игр, желаю зрителям отличных игр, чтобы было хорошее шоу. Болейте за своих любимых игроков. И благодарю свою команду, своих спонсоров. Ну, и всем спасибо. Всего доброго.